Добрый день дорогие друзья! С вами снова компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Сегодня я вам представлю наш очередной объект, а именно фальцевую кровлю. В задачи нашей компании входит монтаж кровельного покрытия, стропила, монтаж четырех мансардных окон, исполнение двух декоративных дымоходов с обшивкой металлом и две флюгарки. Несущие конструкции обрешетку и монтаж мембраны выполняла не наша организация. Водосточная система здесь будет исполнена, интегрирована в крышу. Мы находимся на типичном мансардном этаже. Когда я здесь был первый раз, здесь, скажу честно, был полумрак, не хватало света. Пожалуйста, мы решили эту проблему, вставили четыре окна широких. Это отличное решение для мансардных кровель. Согласитесь, в дневное время пользоваться электричеством, включать свет, это не рачительно и не по-хозяйски. Не говоря уже о эстетическом плане, всегда можно наблюдать за звездами, проветрить помещение, опять же. Часть кровли и стропильную балку пришлось вырезать. Мансардные окна данного типа, они довольно-таки широкие, намного шире шага стропил. Мы поперечной балкой, обрезанная часть стропил крепится в этом месте, так же само вверху. Сверху мансардного окна всегда нужно обязательно устанавливать желобок конденсата. Конденсат будет по мембране стекать, попадать под окно, под кровельным материалом. Хотя наше окно и так проклеено, гидроизоляция заведена на окно, проклеена скотчем, но по технологии нужно обязательно ставить желобок конденсата. Он отбрасывает конденсат от окна в сторону. В важном моменте, как подходит утеплитель к маурлату и как заканчивается утепление на границах стены дома. Меня часто об этом спрашивают. Надо забить торцевую доску, заглушить местропильное пространство, потому что утеплитель будет доходить до маурлата. И обязательно все щели пропенить пеной. По возможности сделать это очень герметично, чтобы теплый воздух с вашего дома не выходил в этом месте. Потом уже в это место придет утеплитель с пароизоляцией. Одной из задач нашей компании сделать декоративный дымоход для вент выходов дома. Каждый дом предполагает одну или две дымоходные трубы. Здесь было решено сделать декоративный из дерева и обшить его металлом и флюгаркой. Коммуникации будут проходить с первого этажа, пронизывать второй и собираться в этом месте в дымоход. Вырезается проем. Каркас состоит из направляющих брусков, которые крепятся к несущим стропилам. Будет обшиваться обрешеткой и будет отделываться крашеным железом в цвет кровли. Ну, давайте посмотрим, что там снаружи. У нас образуется декоративный дымоход. Обрешетка его сделает жестким и все это дело будет обшиваться металлом. И венчать это все будет флюгарка. Гидроизоляцию, которую мы нарушаем герметичность, нужно обязательно заводить на дымоход и проклеивать стыки. Смотрю, баню уже покрыли. Пойдем проверим, как сделали декоративный дымоход на бане. Если встанете сюда, обязательно съедите. Надо ставить на замок, идти перпендикулярно. И замок вам впивается в подошву. Передвигаться нужно не спеша и аккуратно. Самая важная часть это задняя, где будет скапливаться всегда снег и глыбы. Ну, исполнило вроде нормально. На оценку хорошо. На кровле мы используем здесь материал матовый пурал серого цвета. Производство компании Руки. 25 минимум лет гарантии и выше. Посмотрим, как выполнено соединение фальцевой панели с желобом. Замочек чистенький. Ребята, псул туда вложили. Лист металла под желоб заходит за грани вот этого соединения. Даже если, возможно, со временем здесь какое-то накопление глыбы, воды, этот шов прокапает там незначительно, он попадет еще на лист металла и выйдет вот из этого места за край крыши. Как известно, есть две водосточные системы. Подвесная, которая вешается на лобовой доске крыши по краю кровли. И интегрированная водосточная система в кровельный материал. Это, как правило, фальцевая кровля. Сегодня рассказываем. Интегрированная водосточная система. В определенном месте делается уклон этой водосточной системы, и вода уходит в воронку. Водосточная система выполняет функцию снегозадержания. Хорошая дополнительная функция. Мы производим гнутье металла специальным устройством, называется Бендер. Ими гнут, как правило, водосточные желоба и яндовые. Например, гибочный станок захватывает 2-3 метра, а Бендер может раскатать, сделать желоб или яндовую длиной какой угодно. Если делать на станке гибочном, то это подразумевает поперечные стыки через каждые 2 метра, 2,5 метра. А Бендером мы убираем эти поперечные стыки, и водосточный желоб, либо яндовая, будет из цельного раскатанного рулона. Из полосового металла мы нарезаем полоски и грунтуем. Эти вот кронштейны через каждые 50-60 сантиметров на кровле будут поддерживать водосточный желоб, чтобы он не разгибал. Металл, крашеный, он имеет обратную сторону, грунтованную, не окрашенную. Видно эту часть. А для этого есть специальная хитрость. Гнется декоративная планка, которая специально нам эти крюки все прячет и прикрывает. Этот замок заворачивает, и эта декоративная планка сидит жестко в своем месте. Как известно, всегда материал кроет снизу вверх. Сразу о трудностях. То, что зима, нужно чистить снег, была готова обрешетка, и клиент не предусмотрел, не накрыл хотя бы пленкой. Это полбеды. Наша компания закладывает бруски 50 на 50. Клиент поставил 25 миллиметров рейку или доску за счет утепления. Считаю, что все-таки недостаточно. Я его предупреждал. Наша компания здесь никаких гарантий на утепление мансардной кровли не дает. Задача здесь сделать герметично фальцевое покрытие. Чем мы и занимаемся. Объясню почему. Если он использовал здесь доску-дюймовку 25 миллиметров, а утеплять он решил изнутри, Строитель будет вкладывать утеплитель изнутри, и может образовываться такой горб или пузо, который может вот этот зазор самой перекрыть. Поэтому зазор 50 миллиметров всегда выглядит предпочтительнее. И утеплять, конечно, лучше сверху. Когда мы сюда приехали, гидроизоляция уже была сделана. Кстати, гидроизоляция неплохая, Дельта Макс. Но капельник конденсата должен находиться под этой пленкой, и пришлось нам срывать крайние доски, монтажкой поддергивать контрабрешетку, чтобы всунуть сюда капельник конденсата. Таким образом мы капельник конденсата подсовываем под гидроизоляционную мембрану. Есть, конечно, в этом некое неудобство. Желательно вот эти все моменты согласовывать с кровящими. Капельник конденсата мы подсунули под гидроизоляцию. Конденсат будет стекать в этой области и скапывать вниз. Далее мы декорируем вот этот диффузионный зазор специальной лентой ПВХ. От насекомых и птичек, чтобы не залетали в эти места. Смысл фальцевой кровли – отсутствие в ней отверстий саморезов, гвоздей. А кронштейн делает жестким край карнизной кромки. Металлические кронштейны, карнизные, зайдут вот в эту область. Смотрите, край насколько жесткий, его никогда не подымет ветром. А саморезов и гвоздей при этом не закручено. Все узлы креплений скрыты в этих замках. Вот главный смысл фальцевой кровли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вентиляционный зазор. Нужно сделать жестким и открытым для доступа воздуха. Вышли из положения таким образом. Из пропиленовых трубок шириной 30 мм мы вставили их сюда с междурядием 50 см. И длинными саморезами вкрутили. И получился у нас такой жесткий. Эти вставки дают дополнительное усиление карнизному капельнику. Вентиляция кровли мансардной – это очень важная вещь. Идем по кровле. Конечно, зимние условия. Некоторое время будет этот снег подтаивать и стекать по мембране. Ну, выйдет на карнизе, но ничего страшного. Про желоб мы уже рассказывали, как он монтируется. Вот уложен в одном месте. Вот страховочный лист, который я рассказывал, да, здесь. Вот этот стык он страхует. Если прокапает в этом месте, то капля выйдет за край карниза. И за этот желоб, за этот замок, вот фальцевые панели абсолютно любой длины крепятся. И идут до самого конька. И, как вы видите, фальцевая кровля, ни одного гвоздя, самореза не забито. Все скрыто в этих, так сказать, замках. И заворачивается два раза. Ребят, за фальцевую кровлю уручаюсь. Любая гарантия на долгие годы. Будете спать спокойно. Как вам, работники кровмонтажа? Все, что думаете. Можно между даметиями, конечно, хорошо. Все, что заявлено, по крайней мере, пока все соблюдается. На этом наш сегодняшний обзор подошел к концу. Надеюсь, наше видео было для вас интересным, полезным. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Пока! Всем привет! Наконец-то вчера посылка пришла. Это подсумок, болото, кровельщика, кепочка. Такое подспорье, как Алексей сделал мне в подарок. Ему спасибо. И также Василию спасибо. Вот. Компании Кровмонтаж. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok